apnea club горький представляет друзья всем привет нам пришла посылка из швейцарии от компании octopus и мы решили рассказать немного об оборудовании этой компании и вообще рассказать для чего что нужно итак представляем вашему вниманию стоппер octopus и расскажем для чего вообще такая штука нужна фридайвер и так стоппер очень простая вещь но необходимая всем кто занимается глубинным фридайвингом и у которого есть собственный буй и трос казалось бы что еще нужно у нас есть у нас есть трос но при ныряние обязательным элементом троса будет такое изделие он крепится примерно в одном метре выше донного груза и служит как ограничитель для того чтобы лайм ярд всегда упирался в него и не мог проскользнуть ниже до донного груза например таким образом мы избавляем себя от возможности зацепа лайн ярда за какие-либо элементы донного груза или может быть вообще чего-то что расположено на дне планер всегда упирается в стоппер здесь зацепиться ему не за что и дальше мы разворачиваемся начинаем подниматься и лайм ярд легко также начинает подниматься вместе с нами зацепиться уже ему не за что когда мы крепим донный груз к тросу так или иначе у нас неизбежно появляются какие-либо узлы либо мы это делаем с помощью карабина и тогда трос приходится крепить карабину в общем всегда там есть какой-то элемент которому можно зацепиться а вот эта штука как раз будет предостерегать от этого иногда вместо заводского стопера пользуют теннисный мячик на мой взгляд это тоже неправильно потому что теннисный мячик невозможно закрепить как-то устойчиво на веревке иногда бывает что в мячике остается воздух и когда вы растягиваете трос мячик начинает подниматься наверх и например поставили вы трос на глубину 30 метров мячик всплыл не знаю там на 10 вот вы ныряете лайнер упирается мячик ну и соответственно ваш нырок испорчен зачем так делать если можно поставить нормальный ограничитель который точно не всплывет никуда и вашему нырку ничего не помешает также на самом деле при использовании теннисного мячика были случаи когда люди из-за того что мячик он не твердый да как бы но его в целом можно сжать чем-то зацеплялись за этот мячик был даже случай когда мячик застревал между галошами моноласты и человек просто не мог всплыть он не мог понять в чем он запутался и не мог но никак освободиться в общем такая история сомнительная и я думаю что если комплектовать трос так как необходимо то нужно использовать стоппер такой либо какого-либо другого производителя но чтобы он был именно у заводским фабричным цена такого изделия всего там тысячи с небольшим рублей один раз всего лишь надо поставить на трос и он будет работать как надо вот друзья для чего нужен ограничитель или так называемый стоппер для фридайвинга если собираетесь сами делать себе трос и нырять на своем бойке обязательно используйте такую штуку спасибо за внимание и до встречи на нырялках